Андрей Андреевич, здравствуйте, как всегда рады вас видеть. Добрый вечер. Добрый вечер, Владимир, добрый вечер, Алексей. Ну что, Андрей Андреевич, создание спецтрибунала против страны-агрессора, которое сейчас вот инициируется в Соединенных Штатах, насколько это реально и к чему может привести на самом деле? Ну это уже рабочий процесс, это еще где-то с ноября прошлого года идут регулярные встречи министров юстиции Большой Семерки о создании специального трибунала. Дело в том, что, ну да, многие такие рядовые российские военные преступники, они пойдут по линии Международного уголовного суда, но даже и Путину предъявлено обвинение в Международном уголовном суде, но для него очень частному преступлению, вот это похищение детей. А ведь кто-то должен отвечать за такое преступление, как агрессия против независимого государства. Такой состав не находится в юридикции МУСа. Ну, есть прецедент специально Нюрнберга, держава победительницы создают специальный трибунал для наказания главных военных преступников. Ну и, конец, третья дорожка, по которой пойдут военные преступники, это национальные суды Украины. Здесь тоже масса уже предъявленных обвинений, приготовительная работа ведется. Андрей Андреевич, государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен впервые допустил возможность признания России государством-спонсором терроризма. Как вы считаете? Ну, в политическом плане это таблетка цианина для страны, да? Могут ли Соединенные Штаты Америки, по-вашему, готовы ли уже на сегодняшний день добить таким образом Российскую Федерацию? Я напомню нашим слушающим, зрителям, что, собственно, признавать Россию государством-террористом должен именно государственный секретарь Соединенных Штатов Блинкен. По американскому другому, Конгресс уже принял такое решение, потребовало, признает государственный департамент, потому что это очень дорогого стоит, это заявление Блинкен. Но это не первое заявление, которое наш большой друг Тони Блинкен делает впервые. Я напомню недавно в интервью известному колумнисту «Бошаденпост» Дебиту Дигнатиусу Блинкен ответил на вопрос, а Соединенные Штаты по-прежнему возражают против нанесения украинцами ударов по российской территории? Блинкен сказал, это исключительно дело Украины решать, как им оборонять свою страну от агрессора и какими средствами им добиваться изгнания оккупантов в своей территории. Это новая позиция Соединенных Штатов, очень важная. Вот это ужесточение позиции Блинкена и администрации связано с теми позитивными изменениями, которые происходят в американской политической жизни. Республиканская партия, она приняла стратегическое решение на избирательную кампанию атаковать Байдена за недостаточную поддержку Украины. Но это полная противоположность Трампу, который продолжает по путинским прописям заявлять, что поддержка Украины Байдена ведет в мере третьей мировой войны, ее нужно прекратить и так далее. И это дополнительное давление на администрацию Байдена со стороны республиканцев значительно укрепило позиции наших друзей Блинкена и Остина, которые, как известно, отвечая на вопрос о целях войны, говорят, полная победа Украины, в отличие, как известно, от такой рукавой позиции Селивана, не поражение Украине. Это еще один признак ужесточения официальной позиции, и не только Соединенных Штатов, и Европы целиком. Вообще, в последнее время неожиданное явление. Иногда создается впечатление, что европейские страны даже более решительно настроены в осуждение российской агрессии. Но это факт. Это отражает то, что у них нет той внутренней борьбы, которая все-таки имеется внутри администрации Соединенных Штатов. Андрей Андреевич, очень хочется с вами обсудить еще один аспект. Это визит представителя Китая Лихуэя в Украину. И перед тем, как задать вопрос, позволю себе процитировать 100-летнего бывшего госсекретаря Соединенных Штатов Генри Киссинджера. За всю свою жизнь я ни разу не встречал русского, сказавшего мне хоть одно доброе слово о Китае. Или китайца, хорошо отозвавшегося о России. Вот, учитывая историческую параллель с уст Киссинджера, скажите, пожалуйста, будущий визит этого представителя Китая в Белокаменную. Что он сулит, скажем так? Я очень доволен, что вы процитировали мой недавний твит. Но там просто мне не хватило места продолжить эту мысль в более таком широком формате телеграмма. Я напомню один момент из мемуаров Киссинджера. Брежнев дважды предлагал Киссинджеру, еще когда он был госсекретарем сначала у Никсона, потом у Форда, совместную операцию Соединенных Штатов и Советского Союза по ликвидации китайского ядерного потенциала. Так что, вы знаете, уровень отношений между Россией и Китаем это абсолютного недоверия друг к другу. Их сейчас связывает такая общая враждебность с Соединенными Штатами, но это совсем нечего другое, чем союз без границ, как иногда заявляют. И, по-моему, какие-то проблемы со связью с Андреем Андреевичем. Давайте перенаберем Андреевич. На самом деле Андрей Андреевич важную фразу сказал, что недоверие это то, что объединяет Российскую Федерацию и Китай. Вот Андрей Андреевич присоединяется снова к нашему эфиру. Я слышу прекрасно. Да-да, продолжайте, пожалуйста, Андрей Андреевич. Да, ну вот мы остановились. Кислин подчеркнул очень важную суть отношений Китая и России. Почему сейчас Китай выдвигает вот этот план, ну такой же, который выдвигают все, как бы друзья Украины, и Папа Франциск, там и бразильские президенты, теперь еще прорезали всего ряд Африканских стран. Ну, Китай заинтересован оставить Путину в власти, но максимально ослабленного. Потому что Путин вполне его устраивает, устраивает Китай с точки зрения осуществления их целей полного экономического поглощения Сибири и Дальнего Востока. А что касается тех территорий между Владивостоком и озером Байкал, которые были отторнуты от Китая, царской России в середине 20-19 века, то просто их полное административное возвращение Китая. Это китайцы подчеркнули демонстративным опубликованием своих новых карт этих территорий, как раз предвизит МСИ. Но Китай же наблюдает за ситуацией. И если они убедятся в том, что Путину не удастся удержаться в власти после украинского весеннего наступления, ну, они будут реализовывать вот те же свои исторические цели относительно Сибири и Дальнего Востока другими средствами. Так что это далеко не друг России. И вот на что обращает внимание товарищ, как его, Пэнду Хуэй, да? Нет, да, Ли Хуэй. Пэнду Хуэй – это во времена моего детства был главнокомандующий Китаем в Северной Корее. У них там половина китайской фамилии так примерно звучат. Вот он же встречался не только с представителями военного, политического хороста, но и с министром экономики. То есть он обсуждал какие-то широкие экономические темы, которые его интересуют в сотрудничестве с Украиной. Я думаю, китайцы рассматривают различные варианты событий. Как, впрочем, и весь мир, как, впрочем, и люди в бункере. Все сейчас ждут с нетерпением украинского наступления. И самые разнообразные сценарии будут разыгрываться по ходу и в результате этого наступления. Ну и понятно желание всех этих расплодившихся миротворцев затащить Украину за стол переговоров, немытьем-то катанием до начала этого контрнаступления. Ну это исключено полностью. Естественно, но попытки же идут. И вот сегодня издание «Политика» подлило водички на эти мельницы с статьей о том, что администрация Байдена якобы обсуждает варианты долгосрочного замораживания конфликта в Украине. Ну такой себе корейский сценарий. Верите ли вы, что такой план может лежать на столе американского президента? Нет, абсолютно. Потому что издание «Политика», издание «Вашингенпост», издание «Нью-Йорк Таймс» в последнее время ведет какую-то агалтевую антиукраинскую линию. Они отражают мнение, эти три издания, крайне левого крова демократической партии, о которой в администрации Байдена ориентируются на господина Соливана с его концепцией вне поражения Украины. Но все заявления того же Блинкина и заявления Байдена никогда им не опровергнуты, что с Путиным невозможно, никто не будет разговаривать, пока они заявят о согласии вывести все оккупационные рассказы. Они не изменились, несмотря на все усилия. А политика – это просто самая такая громкая. Ну, не могу не сказать, не повторить, я уже возмущен совершенно поведением офиса «Вашингтон-Пост» в Киеве. Госпожа Изабелла, я не помню точно, я ее называю Симоньян по аналогии с московской пропагандистской. Она же, вот одна из ее самых гнусных статей была примерно так и заглавлена, что Зеленский, так кажется, не такой вот самый зайчик, как мы его представляли. Он очень жестко и агрессивно говорит о возможности атак на российскую территорию. Это мы узнали из перехваченных документов Пентагона, из перехваченных разговоров. И они даже посетили офис Зеленского, где они начали его допрашивать. Действительно ли он собирается наносить удары по Украине? На какое, к чертовой матери, дело? Вот обратились бы к своему государственному закону Блинкину. Он очень четко ответил на этот вопрос, что это дело в Украине, какими средствами. Ну, короче, повторяю совет доктора Преброженского и собачьего сердца, поменьше считайте перед обедом газеты «Политика», «Вошинтон Пост» и «Нью-Йорк Таймс». И гоните к чертовой матери из Киева, эту Изабеллу Симоняну. Да, это четко сказали. Скажите, пожалуйста, Андрей Андреевич, немножко давайте мысленно перенесемся на территорию Беларуси. Тут недавно Александр Лукашенко появился после болезни на люди, так сказать. Его, кажется, выводили на пик формы. Полностью там демонстрация того, что он готов к работе. В военной форме, кажется, он появился. Скажите, пожалуйста, а не поздно ли вообще эти попытки его политехнологов, если они у него есть? Кто с ним сейчас будет вообще общаться? Для кого это все делается? Интересно его заявление по Украине о контрнаступлении, что это дезинформация. Ну, это делается прежде всего для Лукашенко и, может быть, его детей, которые рассматривают, судя, приемников. Мы же видели его, в каком состоянии он был на 9 мая в Москве. Путин на его фоне еще даже под рючком выглядел. Это серьезная проблема в Москве, уход Лукашенко. Ну, вот тут иногда порыбаются даже такие слухи. Они не отравили его чем-то в Москве. Ну, это естественно. Лукашенко в Москве ненавидят, естественно. Потому что 23 года все правления Путина отчаянно сопротивлялись его попыткам полностью поглотить Белоруссию и превратить Лукашенко в секретаря Минского обкома. Он этого не хотел и сопротивлялся. Но сейчас положение-то изменилось. Сейчас Москва заинтересована Лукашенко. Любой другой его преемник уже будет вынужден считаться и с мнением большинства белорусского народа, которое ярко было выражено в той подавленной жестоко ненасильственной революции два года назад. Да и белорусские силовики и военные, они вовсе не рвутся стать рядовыми, терпящие поражение российской армии. Что уход Лукашенко это колоссальная проблема для Путина. Еще одно ИПСУ хочется обсудить, которое распространяет и вот эти вот СМИ, о которых вы уже упомянули, мы говорили, и некоторые пророссийские, мягко говоря, настроенные политики о том, что денег уже скоро не хватит для помощи Украине. Кто-то воет о дефолте Соединенных Штатов Америки уже в августе месяце, кто-то говорит, что уже все военные бюджеты исчерпались. Но сегодня какая новость? Пентагон, оказывается, подсчитал, провел работу над ошибками, посчитал и убедился в том, что он ошибся в оценке реальной помощи Украине на 3 миллиарда долларов. То есть не додали. Казалось бы, новость очень печальная, но сказали, что наоборот, мы восполним вооружением на эти 3 миллиарда долларов. Ну, развенчивается как-то миф о том, что не хватает денег уже на помощь Украины. Правда? Ну, дефолт – это вообще, я сколько уже, 50 лет слежу за американской политической сценой, это почти ежегодное упражнение перед утверждением. Это маневры республиканцев и демократов. Ну, каждый хочет протолкнуть свою какую-то повестку в бюджет, и вот они до последнего времени создают напряжение. Вот-вот, не согласитесь, будет вообще дефолт и так далее. Как может быть дефолт экономики самой передовой в мире технологической державы, на которую ориентируется весь мир? Ну, а что касается вот этой усталости от Украины, тоже тезиса. Отчаянно пробиваемая вот в последнее время теми тремя левыми органами информации, о которых я уже понял в США. Но он же опровергается вот тем триумфальным визитом Зеленского по европейским странам. Везде же подчеркивалось, ну, Великобритания, она нас не удивляет, Великобритания всегда была в авангарде поддержки Украины. Даже вот то, что в Америке каждый раз запаздыванием, но каждый раз предоставлялась новые технологические образцы вооружения, потому что побеждала всегда группа Блинкина-Остина над группой Селливана. В этом была громадная роль прежнего британского премьера Бориса Джонсона и последующих их влияния непосредственно на Байдена. Но Германия резко усилила свою поддержку после визита Штенмайера в Украину, его исторические речи в ноябре, когда он признал вину за вот эту концепцию Путина-Ферштейнска. Это была моя ошибка. Я думал так предотвратить войну, на самом деле это привело к войне. Но что меня больше всех приятно удивило во время поездки Зелевского, это очень жесткие заявления французского президента Макрона. Его оценка России – это вообще какой-то вассал Китая. Ну, с Макроном понятно почему. Ему надо тянуться за Германией. Франция и Германия, они традиционно соперничают как бы за лидерство в Европейском Союзе. И если Шольц пошел так далеко навстречу Украине, то Макрон уже не может себе позволить отстать. Так или иначе. И в Америке мы видим, республиканцы и демократы соперничают во время избирательной гаванины на тему, кто из нас лучше помогает Украине и европейские державы. Потому что никакой усталости от Украины и о нехватке денег речи быть не может. Андрей Андреевич, спасибо вам большое за экспертный анализ. Как всегда было очень интересно. Андрей Пянтковский, политический деятель, публицист, присоединялся к эфиру телеканала «Фридом». Спасибо. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале «Фридом». Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы.